Масло для деревянных лестниц Здравствуйте, друзья! Представляю вашему вниманию масло для деревянных лестниц от Торгового дома Мартьянов. Это полностью натуральный продукт, в основе которого лежит подсолнечное, соевое и осотовое масла, и также добавлены некоторые упрочняющие добавки, такие как корнаубский воск, анделиловый воск, а также твердые смолы. Для глубокого проникновения масла в древесину используется очищенный вайспирит, а для ускорения полимеризации используются специальные сушащие вещества. Масло имеет довольно большой процент сухого остатка и очень хорошо укрепляет поверхность, благодаря использованию природных смол, а твердые воски и парафины очень хорошо усиливают декоративные свойства древесины. Поскольку масло имеет сложный состав, то, естественно, перед применением его нужно тщательно взболтать в течение не менее полминуты. Применять масло можно при температуре от плюс 5 до плюс 25 градусов Цельсия. Наносить масло нужно непременно на сухую подготовленную поверхность. Поверхность должна быть обязательно чистой и прошлифована зерном для ступеней от 100 до 120 единиц, либо до 150 единиц. И для балясин и перил это шлифовка зерном 150-180 единиц. Как правило, лестницы делаются из лиственных пород древесины, и предварительная обработка для них не требуется. Однако, если лестница будет сделана из хвойных материалов, содержащих большое количество смолы, то вам обязательно потребуется предварительная обработка. Заключается она в обессмоливании. Обессмоливание производится при помощи скипидара Торгового дома Мартянов. Это очищенный продукт. Наносите скипидар на поверхность древесины, выжидаете 5-10 минут, далее удаляете излишки скипидара сухой тканью. После высыхания скипидара можно приступать к нанесению масла. Масло нужно наносить тонким слоем, не очень обильно, и особенно это касается первого слоя, потому что именно от качества нанесения первого слоя зависит итоговое качество покрытия. Нужно следить за тем, чтобы не перенасытить поверхность древесины маслом, потому что в этом случае полимеризация будет происходить очень долго. В нормальных условиях полимеризация масла происходит в течение 12 часов, и после этого можно наносить следующий слой. В условиях пониженных температур, либо высокой влажности, время полимеризации увеличивается. А теперь я покажу, как наносится масло на поверхность древесины. Для этого, естественно, нам потребуется само масло, потребуется чистая емкость с кисточкой и потребуются безворцовые либо хлопчатобумажные полотенца. Масло немного мутное за счет присутствия твердых восков и парафинов и имеет ярко выраженный желтый цвет. Это масло придает светлым породам дерева золотистый оттенок. Сначала рассмотрим на примере хвойных пород. Сейчас явно можно заметить, что образец приобрел золотистый оттенок. А теперь посмотрим действие этого масла на лиственных породах. Через 5-7 минут на лиственных породах и через 10-15 минут на хвойных породах на поверхности начинают проявляться матовые участки. Это говорит о том, что масло впиталось в поверхность и нужно удалить излишки. Делается это при помощи безворцовой салфетки. Легкими движениями вдоль волокон убираем излишки и также дополнительно распределяем масло. После удаления излишков поверхность выглядит слегка блестящей, но где-то через 10-15 минут этот эффект пропадает и дерево остается матовым. И то же самое на хвойных породах. Через 12 часов после полного высыхания первого слоя можно приступать к нанесению второго либо другого последующего слоя. Минимально нужно наносить два слоя масла, но также можно наносить три, четыре и более слоев в зависимости от ваших предпочтений. После нанесения необходимого количества слоев итоговое финишное покрытие должно иметь легкий шелковистый блеск. Несмотря на то, что это масло очень хорошо упрочняет поверхность и делает дерево более стойким к внешним воздействиям, все же не стоит применять это масло для внешних работ. Как следует из названия, это масло для внутренних работ. После высыхания финишного слоя поверхность может оказаться слишком матовой, но пусть это вас не пугает. После высыхания на поверхности остается слой твердых восков, которые здесь вот можно наблюдать как мелкие крупинки. Таким образом на поверхности остаются те самые твердые воски и парафины, которые требуется еще дополнительно располировать. Располировать твердые воски по поверхности очень легко, делается это при помощи хлопчатобумажной салфетки, либо чистого фетра. При полировке нужно добиться того, чтобы поверхность стала слегка теплой. После полировки дерево приобретает действительно очень красивый цвет и легкий шелковистый блеск. На этом этапе отделку можно считать завершенной. И то же самое на сосновом образце. Очень легкий шелковистый блеск и перламутровый перелив. Масло для деревянных лестниц имеет очень схожий состав с маслом для деревянных полов, за одним только исключением, что она содержит гораздо больше сухого остатка, то есть твердых восков и смол. Нужно это по той причине, что деревянные лестницы являются более нагруженным элементом, чем деревянные полы. По окончании работ требуется хорошо закрыть емкость, тщательно вымыть кисть и самое главное, ни в коем случае нельзя выбрасывать промасленные материалы в мусорное ведро или мусоропровод, поскольку они могут самовоспламениться. Для безопасной утилизации достаточно просто закрыть их в металлической банке, либо бросить банку с водой. На этом наше краткое руководство по нанесению закончено. Также рекомендую вам ознакомиться с другим ассортиментом масел и твердых восков торгового дома Мартианов. На этом я с вами прощаюсь, желаю вам успехов, всего доброго!